так все запись пошла пошла записи так здравствуйте уважаемые друзья меня зовут саулет сакенов я являюсь активистом и участником казакео меня попросили сделать небольшое обзорное видео о том как мы съездили в экспедицию на оральское море сама экспедиция прошла с 15 полу но планировалось что она будет с 15 по 25 июля на самом деле она заняла на некоторое время больше мы вернулись примерно 27 июля в город астану и все это время мы находились практически все это время находились именно на райском море большую часть времени но прежде всего давайте расскажу что такое казакео это у нас такая организация которая объединяет всех энтузиастов или тех людей которые хотят изучать родной край хотят изучать казахстан хотят видеть связи казахстана с внешним миром как именно в культурном историческом или географическом свете мы имеем какие-то связи с различными регионами и очень много сейчас у нас стало партнеров друзей стали люди поступают приходить к казахео сделать это кстати несложно можно зайти на наш сайт и там вступить наше географическое общество это абсолютно свободно любой человек желающий может туда вступить и соответственно любой человек может предложить какой-то из проектов и возможно что он будет реализован силами и казахео естественно совместно с заявительным проектом тут очень важно отметить что как раз вот эта экспедиция на райское море также поступила от членов казахео тех кто изучает именно проблематику аральского моря и нам было очень важно попробовать все таки съездить туда потому что можно много расписать можно много рассматривать фотографии спутниковые снимки но все равно не прочувствовать того что там происходит и нам было очень важно увидеть вот этот регион привести туда людей которые могут максимально широко или максимально интересно рассказать об этом регионе вот в этой экспедиции мы повезли порядка 30 человек в общей сложности но конечно в самом аральском регионе к нам еще присоединились некоторые группы которые также были участниками экспедиции это международный фонд спасения арала международная организация конкретно казахстанская ее часть она делится на несколько филиалов в казахстане есть филиал который к нам присоединился его возглавляет был от кабыкен и шпик неяс и он тоже присоединился к нашей экспедиции также к нам присоединились естественно сотрудники государственного национального заповедника барсакельмец которые выступили нашими провожатами или выступили как бы следопытами такими они рассказывали нам о том что происходило на этом месте и я хотелось бы выразить огромную благодарность коллективу барсакельмецкого заповедника и естественно тем кто принимал участие в подготовке и в реализации нашей экспедиции вот как я уже сказал было порядка 30 человек в основном это были фотографы журналисты люди которые изучают туристские потенциалы казахстана также среди нас были несколько научников мы их так называли на самом деле научные работники с назарбаев университета у нас были сотрудники микробиологи которые изучали состав воды в аральском море также с нами были сотрудники геодезисты которые проводили точную топосъемку этой местности и устанавливали с помощью gps приборов высокоточных они устанавливали точки чтобы в дальнейшем с помощью геопорталов отслеживать что происходит вокруг этих точек допустим можно отслеживать наступление пустынивания или наоборот его наступление можно отслеживать изменения береговой линии и прочие вещи но было очень интересно то есть нам для нас особенно в этой экспедиции было важно попробовать объединить несколько направлений в одну в одну часть и было очень важно увидеть как могут люди совместно сотрудничать для того чтобы они могли в дальнейшем реализовывать или задумывать какие-то совместные проекты забегая вперед скажу что сотрудничество получилось очень интересным потому что допустим уже сотрудников микробиологов их приглашить пригласил уже международный фонд спасения орала в свои собственные экспедиции для того чтобы изучать именно вот водную фауну и флору и еще я бы хотел сказать что на самом деле райское море она остро нуждается вот именно в специалистах которые занимаются наукой потому что там сейчас большое количество конечно большое спасибо но большое там количество и как экономистов финансистов кто занимается допустим грантовой помощью и всего прочего но к сожалению именно научная часть она не четко просматривается в по крайней мере в тех материалах которые я просматривал до того как отправиться в эту экспедицию и поэтому мы попытались включить какую-то научную группу в нашу экспедицию для того чтобы иметь какой-то научный результат плавные результаты значит по плану мы планировали пройти более 4500 километров мы должны были доехать из астаны в жесказган затем двигаться строго на юг вдоль нового но на юг не строго на на юг запад вдоль нового железнодорожного железнодорожной ветки которая была открыта всего пару лет назад и увидеть состояние вот грейдеры который был построен вдоль этой железнодорожной ветки для того чтобы оценить можно ли на нем будет через через этот грейдер отправлять туристов которым будет интересно будет ли им интересно скажем так проехаться по этому маршруту но сложно сказать насколько интересный маршрут потому что он достаточно однообразно однако для людей которые которым интересно именно смена шанса я думаю будет интересно потому что когда мы двигались вдоль этого грейдеры то есть мы начинали с лесостепной скажем так зоны и даже степной и двигались уже в сторону пустынные и�уст beloved мы четко видели климатические зоны смену этих климатических зон то есть мы выехали с степной и приехали в пустынную зону это было очень интересное путешествие с этой точки Также по ходу движения мы делали, естественно, съемки, мы делали фотографии, мы делали какие-то небольшие замеры с помощью вот этих геодезических приборов. Ну, я думаю, что научники имели свой какой-то большой потенциал в этом деле. По прибытии в Аральск мы провели некоторое время в самом городе Аральске для того, чтобы скоординировать наши планы и в дальнейшем двинулись уже вокруг так называемого Малого Орала. Малый Орала – это водоем, который ограничен Кукарайской плотиной, который был построен тоже не столь давно. И эта Кукарайская плотина служит для того, чтобы сохранить именно этот Малый Орал. И надо сказать, что результаты были потрясающими, потому что Малый Орал стал восстанавливаться, там появилась рыба, соленность резко уменьшилась. И вот именно постройка вот этой Кукарайской плотины дала возможность заговорить о том, что Аральское море, ну хотя бы в какой-то его части, чуть-чуть возвращается. Также для нас было интересно попробовать поговорить с местными жителями, тех, кто живет в этом регионе, у кого есть какой-то там бизнес или кто, ну, кто кормится на этой земле. И для нас было очень интересно увидеть их ощущения от того, что они здесь проживают, как менялся этот регион, какие были, ну, интересные, скажем так, события на этом регионе. Естественно, любой местный житель сразу же говорит о том, что вот благодаря тому, что вот эта плотина была построена, Кукарайская, люди вздохнули с облегчения. Прежде всего, то, что море чуть-чуть поднялось в своих, скажем, берегах, появилась рыба, река со стороны, река Сардарья уже поступает именно в Кукарал и наполняет ее. В дальнейшем есть, конечно, планы по строительству новой плотины, которая позволит расширить водное зеркало. И уже есть такая информация, что вода, которая переливается через Кукарайскую плотину, раньше считалось, что она уходит дальше в пески и пропадает, то есть не доходит дарова. Но ученые заметили, что какая-то часть воды все-таки нашла себе такие впадины, и там образовались, естественно, озера, в которых появилась жизнь, то есть рыба и дикие животные различные. И как бы это свидетельствует о том, что, в принципе, можно попробовать восстановить какую-то другую часть орала. И для этого и существуют планы по постройке новой плотины, для того, чтобы попробовать увеличить это водное зеркало и, соответственно, расширить этот проект на дальнейшую работу. Всем этим с нами поделился как раз директор казахстанской части Международного фонда спасения орала, и он рассказал нам о этих дальнейших планах. Ну, наш путь вообще пролегал, как я уже говорил, вокруг малого орала, и мы могли воочию увидеть то, что произошло с Аральским морем, и как именно малый орал влияет на социально-экономическое положение людей. То есть мы, допустим, ехали через... когда мы подъехали к Аулу, который называется Акаспе, там есть такой интересный очень объект, называется... Даже не называется, а очень интересный объект, радоновый источник. Значит, туда приезжает очень много людей для того, чтобы лечиться. То есть известно, что есть какой-то лечащий эффект, и, соответственно, люди приезжают туда, чтобы принять вот эту радоновую ванну. Он был несколько облагорожен, то есть выглядит он очень интересно, эффектно, я бы даже сказал, в виде такого трехступенчатого фонтана. И еще также вот жители ближайшего аула, они как бы тоже используют этот источник для лечения, скажем так. Но сам по себе вот этот ближайший аул Акаспе, он производит, если честно, удручайшее впечатление. Дело в том, что это яркий пример именно наступления пустыни на поселение. То есть он полностью захвачен барханами или дюнами, кому как удобно говорить, песками. И потихоньку, потихоньку этот поселок засыпается. То есть местные жители рассказывали о том, что когда одно из сел, ну вот один из домов уже невозможно отвоевать у пустыни, то есть она его полностью захватывает и засыпает. Они просто все вместе строят новый дом, в который переселяются те, кто потерял свои жилища. И вот так вот потихоньку выживают на этой территории. Естественно, помогает им выживать в основном сельское хозяйство. Они выращивают верблюдов, коз, баранов и коров. И более того, самое главное богатство этого поселка, я бы сказал, у них есть питьевая вода, артезианский бассейн. Оттуда идет питьевая вода. И я бы даже сказал, что на территории Орала это считается самым главным богатством, если у тебя есть вода. Потому что мы в том числе заезжали в несколько других поселков, в которых вода является привозной. То есть туда привозят воду, она пресная, и те скважины, которые у них есть, из них, к сожалению, идет некачественная вода, и ее пить нельзя. Вот поэтому им привозят воду. Если, допустим, воду не привезут, или вы не успели ее набрать, то, соответственно, до следующего привоза вы остаетесь без воды. И это очень тяжело. И это, несомненно, влияет на качество жизни вот этого населения. Ну, что еще можно сказать об Малморале? Мы еще видели, было очень интересно наблюдать за такими объектами, которые называются, условно их называют кладбища кораблей. Это очень интересный объект, как в культурном, так и в туристическом плане. Там у нас расположены корабли, которые остались на осушенном дне Аральского моря, и эти корабли являются таким, знаете, магнитом для туристов. То есть большое количество, действительно большое количество туристов, кто приезжает. Мы были очень удивлены, когда мы были в Аральске, мы увидели как минимум четыре, по-моему, группы иностранных туристов, которые приезжали на очень интересных таких автомобилях, подготовленных. И им всем было интересно увидеть именно эти кладбища кораблей. Я считаю, что это один из таких туристских достопримечательностей, которые можно показывать. И было бы это замечательно попробовать развить туризм именно вокруг вот этих объектов. Но есть одно большое препятствие. Это то, что вследствие того, что вот как раз социально-экономическая жизнь населения, ну, скажем так, мягко сказать, не налажена, местные жители разбирают эти корабли на металлолом. То есть то, что может потенциально являться источником дохода, пропадает. И как бы мы разговаривали как раз с заповедником о том, что было бы хорошо. Они сами предложили о том, что было бы хорошо попробовать как-то, может быть, включить эти объекты, именно вот эти корабли в заповедную свою часть, для того, чтобы была хоть какая-то охрана. Но, к сожалению, по-моему, ни законодательства, ни... Но очень сложно логически объяснить, почему нужно охранять ржавые объекты, которые не являются природным объектом, скажем так. Это рукотворные объекты. Еще очень интересно то, что вот эти вот все туристы приезжают туда для того, чтобы увидеть это кладбище кораблей, а, получается, эти кладбища, они отходят все дальше и дальше. То есть ближайшие корабли уже практически полностью разобраны, а дальние, до которых трудно добираться, ну, потихоньку они тоже разбираются. И, к сожалению, мы можем потерять вот такой целый туристский кластер, который можно было бы развивать, как мне кажется. Ну, вот, теперь я расскажу о научных программах, о том, что там происходило. То есть наши микробиологи брали пробы воды, и пробы воды у нас показали то, что рауф, в принципе, соленость несколько падает, по сравнению с тем, что было ранее в этом регионе. То есть там есть залив Бутакова, мы брали в трех или в четырех точках воду, и везде показывается, что да, соленость высокая, но она уже не такая высокая, как она была ранее. Более того, то, что там такой, скажем, эффект того, что там, ну, доказательство того, что там появилась рыба, это то, что мы практически везде по берегу Райского моря видели вачуги, не вачуги, а землянки рыбаков. То есть там рыбаки строят свои землянки для того, чтобы ловить рыбу. Возможно, это браконерские какие-то землянки, а может быть промысловые, я не знаю, мы не стали в этом разбираться. Но, как бы, факт остается на лицо, то есть есть рыба, которую ловят достаточно промысловыми способами. Также работает там рыбзавод, который производит различные рыбопродукты. И есть, как бы, факт того, что рыба появляется. И, соответственно, отсюда вытекают еще несколько интересных проектов, которые можно было в дальнейшем реализовать в этом регионе, именно научных. То есть, если есть рыба, то, естественно, ей нужно чем-то питаться. А питаться она может фитопланктоном, либо какими-то водорослями и так далее. Ну, если это не хищные. Если хищные, то, соответственно, они должны питаться другой рыбой. И нужно именно мерить или исследовать, скажем, биопродуктивность вот именно малого орава. И от этого в дальнейшем зависит на самом деле рыбопроизводство в этом регионе. И это, я считаю, что это очень тоже важный, может быть, научный проект. И именно о нем говорили наши исследователи, когда мы делали пресс-конференцию по итогам экспедиции. И, возможно, что мы попытаемся этот проект оформить уже как научный. И попробуем выбить на это международный грант, может быть, даже ночной географии, ну, или, может быть, какой-то другой. Еще, что очень интересно именно в арабском регионе, мы увидели, это то, что там, в принципе, есть крупные мелькопитающие. Это вот куваны, жираны, сайга, ну, сайгаки. И, в принципе, этим животным надо где-то получать воду. То есть они, в принципе, могут пить и то, что вот слегка подсоленную воду, но, конечно, более предпочтительно иметь какую-то пресную воду. И есть большое количество различных проектных идей о том, что можно строить дамбы, которые будут производить снегозадержание, тем самым увеличивая количество пресной воды. Можно будет пробурить скважину, которая даст пресную воду. Ну, также родился и другой проект, который, в принципе, родился в рамках, скажем так, школьного проекта. То есть с нами ездили несколько школьников. И был предложен такой проект о том, что можно оснастить животных GPS-маячками и попробовать проследить, куда эти животные ходят чаще всего. То есть они ходят, скорее всего, ну, в какой-то мере к водопою. И попробовать вот этот водопой расширить таким образом, чтобы там было достаточно именно пресной воды. То есть, может быть, там близко подходят грунтовые воды, и вода выходит на поверхность. Соответственно, можно недалеко прорыть артезианскую какую-то скважину, и вода будет поступать наверх, соответственно, обладняться территория и так далее. Вот. Тоже очень интересный проект, который можно будет реализовывать. И уже, по идее, есть какие-то... Вот от тех ребят, которые у нас занимались геопорталами, они как раз сейчас думают над тем, как это можно реализовать. Это будет новый проект. И я искал информацию о такого рода проектах, но, к сожалению, не нашел. То есть это какой-то ноу-хау, можно сказать. Потом также очень интересно то, что сейчас море, берега моря, то есть там, где мало оралов, скажем так, там растет трава, которая называется саленофлорой. Они поглощают... Их корневая система поглощает соль. И, соответственно, они являются такими сборщиками соли. То есть можно не беспокоиться о том, что соль будет куда-то улетучиваться с ветром. Конечно, она улетучивается, какая-то ее часть. Но надо сказать, что, как бы, получается, что соль, та, что была на дне, и сейчас она связана вот этими растениями. А потом, когда этой соли становится недостаточно для этих растений, они погибают и служат перегноем. На перегное уже растут какие-то степные, полупустынные травы, которые в дальнейшем, как бы, уже борются с опустыниванием, скажем так. Вот это очень интересный проект. Также мы увидели множество интересных идей, о которых нам рассказывали как сотрудники заповедника, так и сотрудники Международного фонда спасения орала. В целом, надо сказать, что сама экспедиция прошла очень интересно, я бы даже сказал успешно, потому что те планы, которые мы поставили, мы, в принципе, их достигли по большей части. Конечно, многое пришлось подкорректировать, что еще раз говорит о том, что регион мало изучен, к сожалению. То есть мы планировали приехать к некоторым местам, а оказалось, что вот этих объектов просто физически уже нет, и там смотреть совершенно нечего. То есть там где был маяк, там, допустим, или какой-то родник, теперь там уже просто ничего нет. Хотя на картах путешественников они есть, и физически их, получается, нет. То есть объект мало исследован, информация о нем поступает крайне скудная, и вот именно поэтому мы считаем, что наша экспедиция, она удалась, то, что мы обновили какую-то информацию, создали такой интересный маршрут, который могут любые все-все использовать. Мы в дальнейшем, я надеюсь, трек наш вывесим на нашем сайте и покажем объекты, которые, я думаю, будут всем интересны. Еще мне хотелось бы сказать, что передать мысли людей, которые проживают на этой территории, для них очень важно, чтобы Орал вернулся. И вернулся желательно, конечно, в свои берега, что, к сожалению, очень-очень трудновыполнимо, потому что есть, конечно, проекты, которые сохраняют Оральское море, но есть и проекты, которые, ну, сельскохозяйственные проекты, которые, к сожалению, требуют большое количество поливной воды, и особенно вот на территории Узбекской республики, там, получается, мударья, к сожалению, уже не доходит до Оральского моря, и поэтому наполняемость его стоит под большим вопросом. Если сельдарья уже, какая-то ее часть доходит, то это уже хорошо. Но мы видели, что она приходит, и вот именно в этом месте наименее соленая вода. Также очень интересно поступили власти Казахстана с именно сельскохозяйственной частью вот этого региона. Получается, что там в свое время выращивали рис, и вот эти рисовые чеки, скажем так, они стали нерентабельны. Вследствие того, что субсидии были переведены на другие, как бы, сельскохозяйственные культуры, получается, выращивать рис стало нерентабельно. Соответственно, не нужно было столько воды для именно наполняемости этих чеков, и вода уже в дальнейшем по руслу уходила дальше до Оральского моря, что в свою очередь позволило вот этой Кукаральской плотины восстановить Малый Орал за гораздо меньшее время. То есть они планировали что-то в районе 7 лет, что будет наполняться вот это озеро, именно Кукаральская, в районе Кукаральской плотины Малый Орал. Но наполнился за 3-4 года, то есть успешность проекта налицо, когда есть какая-то комплексность. То есть если вы работаете над тем, чтобы построить плотину, это раз. Проработать варианты сохранения именно пресной воды и неиспользования ее расточительно на полях, это два. И третье, конечно, это научный подход, научно-инженерный подход, где именно строить эту станцию и так далее. Ой, по плотину. И вот этот проект, я бы сказал, очень интересный. Ну, в принципе, наверное, все. Там есть еще какие-то вопросы? Что дальше? Что будет дальше? Ну, дальнейшие планы какие по Оралу? Конечно, мы очень тесно познакомились и пообщались с сотрудниками Международного фонда спасения Орала, а также с заповедника Барсак-Ирмесского. У них тоже есть большое количество идей, которые можно проводить. В основном они направлены на популяризацию этого региона, на то, чтобы рассказать о нем побольше. То есть у нас есть проекты, которые мы можем, в принципе, как КазахГЕО, то есть Казахстанское национальное географическое общество, попробовать реализовать. Почему? Потому что, ну, к сожалению, пока эта тема малоинтересна многим людям, но можно попробовать ее популяризировать, допустим, через спорт. Можно организовать какие-то ралли вокруг Оральского моря или по бывшему дну Оральского моря. То есть это настолько интересный объект, что, мне кажется, любой человек, который занимается именно ралли, гонками, с удовольствием проедется по осушенному дну, потому что действительно очень интересно. То есть ты ездишь по голой пустыне, и ты точно знаешь, что когда-то, буквально 30-40 лет назад, здесь над тобой было 30-40 метров воды, и это потрясает. Поэтому я бы даже сказал, конечно, можно миллион раз писать статьи, можно смотреть фотографии, но никогда не прочувствуешь именно всей трагедии Орала, пока ты там не окажешься, именно на этой территории, и не поймешь, насколько страшной была эта трагедия. И дальше мы хотели бы в совместности с Международным фондом спасения Орала реализовать несколько совместных проектов. Это экспедиции, конечно, вот как раз о том, что я говорил, экспедиции дальше по тем вновь образованным озерам. Это, конечно, научные проекты по продуктивности этих озер и нового Орала. Это экспедиции по, может быть, дальнейшей, ну, по Сардарье, потому что там есть очень интересные места, которые стоит посетить. Также вот, когда мы были на Сушном Ниаральском море, в свое время инспектора Барсакерменского заповедника обнаружили руины, которые в свое время были, ну, то есть на дне Аральского моря, такая Казахская Атлантида, мы так называли это место. Получается, что там было когда-то поселение, и Аральское море не было таким большим, то есть оно не захватывало эту территорию, не охватывало эту территорию, и получается, что там даже были поселения, и они были вдоль древнего русла реки Сардарьи. И мы видели одно поселение, но когда мы потом в дальнейшем проанализировали свой трек и посмотрели именно древние русла Сардарьи, мы нашли еще три или четыре поселения, которые стоит именно посетить археологам. Может быть, вот этот проект тоже будет очень интересным с точки зрения сначала ознакомления с этими объектами, которые можно будет посмотреть именно с археологами, то есть это древние города, либо поселения, которые можно будет изучить совместно с археологами. Мне кажется, это будет очень интересный проект, который можно в дальнейшем реализовать, и в том числе привлечь общественность к этому делу. Также вот мои личные впечатления именно о Барайском регионе, это то, что, допустим, мы едем по какому-то поселку, который такой старенький, он как раз недавно прошел дождь, полностью утопает в грязи, машины еле-еле проезжают, но зато по центральной улочке этого поселка установлены суперсовременные светильники, которые освещают дорогу. Может, они не освещают, может, они не работают. И вот таких вот казусов, то есть у тебя нету дороги, но зато есть светильники. У тебя, допустим, нету машин, но есть дорога какая-то. У тебя нету, допустим, населения, но есть какой-нибудь там, не знаю, супермаркет или мельница. То есть вот эта вот финансовая и экономическая помощь, она, конечно, важна, но очень важно, чтобы она была правильно ориентирована. То есть если вы строите светильники, поставьте рядом дорогу. Если вы строите мельницу, позаботьтесь о том, чтобы на ней могли люди работать и производить что-то. То есть нужно именно применять комплексный подход к той помощи, которая приходит в Аральский регион. Но это мое личное мнение, которое мне показалось. Конечно, я был совсем недолго, относительно недолго в этом регионе, и, возможно, я где-то не прав, но мне показалось именно вот так. То есть то, что вот эта помощь, она похожа на воскутное одеяло. А воскутное одеяло, оно где-то, может быть, оно и красивое, но совсем не греет, скажем так. Ну вот то, что я хотел рассказать в этом видео. Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к Тимуру. У него есть мои координаты, контакты, вы можете обратиться к нему, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы или запросы. Или вы можете вступить в наше географическое общество, совместно с нами путешествовать в экспедиции, отправляться в экспедиции и предлагать свои собственные какие-то проекты. Спасибо.